Всем привет, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня я покажу вам, как я рисовала не то чтобы очень давно, но всё же, потому что очень давнешние рисунки я что-то не нашла. Но как только я найду, я обязательно сниму об этом видео, потому что это очень мега ржачно, я считаю, ну там забавные рисунки, да, есть. Вот, у меня там была целая коллекция на такую-то тему, у меня был персонаж, который я постоянно рисовала, какой он сражается, вот. И я назову это видео, как я раньше рисовала, это видео я назову просто, как я рисовала, и давайте начнём. Начнём мы, ну вот видите, вот этот рисунок, да, это был нарисован в 2014-2015 году, по-моему, в 2014 всё-таки. Это был нарисован не так давно, не так давно, но в пределах года, в общем, как бы, в 2019. А остальные рисунки за мной, это рисунки моих подписчиков, они просто прекрасные, я считаю, они висят у меня над кроватью, я когда просыпаюсь, или когда мне не спится, я на них смотрю, и мне становится сразу так хорошо, так уютненько. Вот, не все рисунки у меня в хорошем состоянии, потому что я считаю, что, ну, типа, не все рисунки мои заслуживают хорошего к себе отношения, потому что кто-то недорисован, кто-то брочен на половине и прочее, в общем, ну, так. Возможно, вам некоторые не будет видно, поэтому я буду подносить поближе. Помнишь, фокусироваться? Это я делала маме зарисовку того, как должно что-то располагаться в одном ресторане, она мне просила. Вот. А начнём мы с альбомчиков. Начнём мы с альбомчиков. Вот. И... Так, тут сразу отмекается. Это я рисовала, что я хочу сделать. Видно? Не видно? Я надеюсь, видно. Вот, то есть просто с карандашиком. Вот, видите, у меня альбом даже куда-то попал. Из него листочки упадают сейчас. Вот я ими шуршу. Это я хотела сделать костюм такой. Вот, возможно, его даже сделаю. Но всё к этому ведёт. Так, тут просто лапочка, лапочка нарисована такая. Ну, след. Потом что? Следочек. Тут я рисовала картинку своему бывшему. Вот, потому что он ассоциировал себя с волком. Вот. Так, это неинтересно. Тут просто какой-то кошак. Ну, набросанный. Недорисованный кошак. Я раньше хотела рисовать, видимо, из этого татуха какую-то делать. Тут тоже недорисованный лев. Возможно, кстати, его я дорисую, поэтому я отложу это. Ещё альбомчики. Такой мне постарей альбомчик. Возможно, вот этот. Да, скорее всего, этот. Сейчас, надо найти. Ну, кстати, у меня тут столько пустых листов. Вау. У нём ещё можно рисовать. А! Кошечка. Кошечка-кошатку. Следующий рисунок, это то, что стоит у меня... Ой, справочка выпала от врача. То, что стоит у меня на аватарке на данный момент. А может, уже и не стоит на аватарке канала. Ну, посмотрим. Это, по крайней мере, я с неё рисовала в фотошопе. Типа, ну, я и в фотошопе раскрашивала. Вот эта вот девочка, типа я. Хе-хе-хе. Вот. Вы скажите, пожалуйста, какая аватарка им интереснее? Та, что стоит у меня на канале? Или то, что я рисовала? Ну, то есть, обработка в фотошопе или рисунка друки? Это я себе хотела такую бжд-шку забацать. Она тоже не дорисовала. Я не знаю, насколько это видно. Мне кажется, следующее видео о моих рисунках я буду делать исключительно без своей... Без своего лица. Без своей морды лица, да. Вот, и просто буду озвучивать. Потому что, ну, как-то, как-то непонятно. Я думаю, вам не будет видно некоторые работы. А это очень плохо, потому что видео как раз не обо мне, а о моих рисунках. Это тоже недорисованное. Сейчас вы будете видеть много недорисованного, потому что, ну, альбомы такие. И это тоже кошатинку. Кошатинка недовольный. Тоже для татухи хотела. Но не получилось, ладно. А сейчас вы увидите кое-что дорисованное. Но то, что надо подтереть и немножко подправить снова. Это булочка. Булочка, булочка. Это надо показывать долго, потому что... Все-таки свет тень тут сейчас немножко хромает, потому что... Оно все затерлось. Затерлось. Может хранится все в альбоме. Это я себе штанишки рисовала. Потом типа похоже сшила, но поняла, что чтобы так было, мне надо еще худеть и худеть. Это было еще в 2016 году. И я сейчас очень далеко ушла от этого. Ой, сейчас будет немножко эротики. Капелька. Чуть-чуть. Но это тоже недорисовано. Это... Я надеюсь, Ютуб меня не забанит за сиськи, типа. Вот. Это, короче, типа демонесса, которая нихрена не дорисованная. Но которую я хотела бы дорисовать. И она должна быть в окружении, типа глаз. У нее горит совеча. Там, где должна быть внутренности, грудная клетка. Ну, я думаю, тут и так все понятно. Это дракошка. Дракоша. Тоже эскиз к татухе. Вот еще один эскиз. Ой. Вот еще один эскиз. Тоже это перевертыш. Он планировался на руку, но не мне, а кому-нибудь еще. А почему он, собственно, и нет? Если да. Это одна из моих любимых картинок, которые тут есть вообще. Сейчас покажу. Сейчас так покажу. Так все упадут. Так. Сейчас. Она у меня есть в фотографиях ВКонтакте. По-моему. По-моему, должна быть. Вот. Могу показать еще чуть поближе. Это я просто развлекалась. Потому что делать было нехер. Нехер. Не повторять это слово. Было делать нечего. Вот. И я типа рисовала. Это я рисовала каким-то карточком, которые мне так и не показали. Вот. Такое вот существо странное. Мне сказали просто, типа, нарисую, что первый придет в голову. Я нарисовала. Так. Тут я начинала рисовать череп. Тоже не дорисовала. Ну и последнее это вот такая вот испуганная барышня. Испуганная. Иногда я беру себе акцент. На целый цент. Ух. Я думала, мы будем снимать гораздо быстрее, но я сейчас притомилась уже. Ладно. У нас еще один альбом. Это, как вы понимаете, медуза. Я надеюсь, фокусируется камера на всем этом. А это череп. Кушачий, типа. Тоже рисовала эскизик. Он мне понравился. Это я рисовала победителей в группе со своими стихами. тоже там выкладывала. Вот. Вот это вот. Потом тоже начинала еще один эскиз рисовать. Но потом подумала, что он какой-то стрёмный и типа бросила, забросила его. Бросила, забросила и все забыли, сысала. Понятно, что это. Это типа девочка-кошка, у которой вместо мозгов мороженое и их едят ложкой. Это я рисовала какой должен быть грим у демонов в клипе, но потом все равно это переработала и я думаю, что мы еще все-таки над гримом поработаем. Может быть, я сама еще люблю делать грим и он будет не такой эффектный типа какой у гримеров. Так, это у меня еще одна. Это что у нас? Это у нас все эскизики на татухе. По-хорошему я не должна их вам показывать, но наверное я их никому уже бить не буду, поэтому пофиг. Если хотите, конечно, кто-нибудь может выкупить какой-нибудь эскиз. 100 рублей за 500 я его дорисую по вашему желанию. И все. Это, насколько я помню, тысячный подписчик моего канала и она, скорее всего, уже отписалась у меня давно. Ну, ок. Тут куча пустых листов. Куча пустых листов. Просто а, нет, есть еще миниатюра. Вот. Такая я сейчас грохну с кровати, боже мой. Да, я все снимаю на кровати, если кто не знал. У меня очень маленькая комната, в которой я могу все снимать. Поэтому вот так вот. это тоже эскиз для татухи. Насколько я помню, как-то так смотрится, что ли. Ну, как-то так, в общем. Может, наоборот. Может, вот так вот. Ну, в общем, вот такие пироги. Типа, узоры я тоже делаю тюрьмею. На самом деле. Теперь у нас ждет стопка миниатюры, которую я рисовала. Знаете где? Знаете где? Ммм, пидоскина. Это институт, которым я училась. Ну, и, собственно говоря, недоучилась. Извините. Это мои подсолнухи. Извините, они на мятых листах, потому что я особо после того, как оттуда ушла, не следила за ними. Подсолнушки. Знаете что, можно? Можно я не буду это показывать, потому что здесь вот такая вот кипа. Если просто кто-то захочет, я это включу в видео, как я раньше рисовала. Потому что, ну, серьезно. Нереально, я покажу вам некоторые только. Некоторые мои заготовки, они на твердых местах, их гораздо меньше. Ладно, еще парочку. вот, но все остальное, я думаю, вам как бы неинтересно будет смотреть. Хотя, вот это возможно нет. Там просто зарисовки природы, зарисовки всяких отдельных растений, а я вам покажу только то, что сочла нужным, извините. Но я надеюсь, вы меня поймете, потому что такую кипу нереально показывать. У меня сейчас камера еще сядет. Я буду снимать это видео два дня. Это стрекозы. Я не помню. А, нет, я вспомнила. Это просто два вида стрекоз. Не знаю, сфокусировалась или нет. О, о, боже. Простите за грязьку, но у меня хранилось оно в не очень хороших условиях. В общем, это надо смотреть так. Сейчас. Это вариации цвета моего проекта, который у меня, по-моему, был в первый год. Я ему еще написала стихи или на второй год, не помню. В общем, вот. По два варианта на каждый на каждый метод. Я забыла. А, это еще были вариации шкатулки, что будет на шкатулке. И вот. В общем, я тут рисовала ящериц, хамелеона. Если кто не понял, я постараюсь это все поднимать очень медленно, чтобы вам было заметно, чтобы камера сфокусировалась. Вот. Если не будет заметно, вы мне скажите, пожалуйста. И, наверное, я просто в Инстаграме выложу фотографии отдельных частей. Божечки, нога затекла, затекла. Вот. Это тоже проработка. вот. Тут, конечно, качество будет страдать по передаче, но ладно. Ладно уж. Вот. И вот это вот, вот это вот мы выбрали, потому что там была стрекоза. Вот. И еще раз. Чуть-чуть. Вот. Получился у нас вот такой вот вариант. Тут проект. Бла-бла-бла, все дела. и стих. Вот. Называется проект на тем романтический пейзаж на обрыве Одинокая сосна. Ой, сорян. Вот. И вот такая вот под него должна была быть шкатулка. Шкатулка со сканью. В общем, такие дела. Я не знаю, насколько вам было интересно это видео. Я предупреждала, что видео о моих рисунках это на самом деле дичь. Но причем такая дикая дичь. Вот. Я хотела вам показать, как я рисовала раньше, но, увы, я не могу сейчас в данный момент, потому что мне надо опять делать уборку. У меня опять из-за нехватки времени не хватает времени на уборочку, поэтому простите, пожалуйста. Я, если вы будете готовы к этому, если вы захотите, вы мне скажите об этом в комментариях. Я поищу старые альбомы и сниму просто на них ну, типа, обзор с комментариями. Вот. А так, в общем, вам спасибо большое за просмотр, потому что, ну, просто потому что это очень важно для меня, то, что вы со мной остаетесь, то, что вы на меня подписаны, вот, то, что вы приходите на мои стримы и мы с вами общаемся, тоже очень здорово. Кстати, о стримах я предупреждаю в своей группе обычно, но не всегда, правда, в последнее время не всегда. В последнее время они у меня внезапные. Но теперь буду снова предупреждать. Вот. Вам спасибо большое за просмотр еще раз и всем удачи, всем пока!